МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Размеркование в Гомельском медуниверситете на кирование на первое рабочее место отримали 580 студентов. Просдва тыдни знову будут устроить станцию працовников МНС, которые потерпели при ликвидации пожара, задовольняючи погрозы для життя, не ма. А зараз об этом и иншим больше подробно. Старшиня Гомельского облаканка Магинаць Соловей сёння сустрелся с молодзю региона. На протягу амаль полутора годин в режиме открытого диалогу обмерковывались питания развития в области. Причим, удельники сустрелся не только отримали отказы на свои питания, але и огучили широк проектов по развитию малой родимы. Наши корреспонденты ведают подробностями. На сустрелся с молодзю Старшиня облаканкаму проезжает в добром настрое. Игнаць Соловей не утоявая такая диалога вопляцовка. Магчымась не только рассказать о планах по далейшим развитии региона, але и выслухать про пановы молодых людей. На сустрелся с керовником в области запросили коля 100 человек. Критерии отбора один – это, саправды, креативные молодые люди, які ожидают зарабить свою родиму лепш. На разгорнутой выставе своя особливая спровоздача об уже реализованных проектах. У кулуарах – размова о ближайших планах. Перепрофилировать такое направление работы, как деятельность молодежных отрядов охраны правопорядка. Также внесли предложения по волонтерской деятельности. У нас на Гомельщине оно очень хорошо развивается. И некие изменения в плане учебы волонтеров тоже были предложены нашей молодежью. Также интересный проект для сельской работающей молодежи по популяризации тех молодых людей, которые работают на земле, проживают в сельской местности. Тоже такой интересный молодежный проект. Диалог отримливается саправдой широм, и это еще одно подтверждение. Гэтому поколению лез родимы совсем неабыяковы. Удельники сустреши цекаются перспективами развития в регионе спорту и туризму. Выказывают пропонову под улучшение людей до здорового ладу життя. И просить дать им махчимость реализовать свои идеи на практице. В этом году у Добруши пройдут масштабные работы по добру парадкованне. Мясовая молодь мае намер распрасовать проект уладкования популярного в городе места отпочинка в остров и принять удел у его реализации. Геннад Соловей с такой пропоновой погаджается. Мы готовы услышать от вас те идеи, которые необходимо нам реализовать. Потому что финансовая поддержка, конечно, реальна от нас. А то, что сегодня идеи, мы готовы вас выслушать. Уапошний час на Гомельщине означается достатково активное развитие спортивной базы. Пришим размова, яка подкрытие плясовок по месту жахарства людей, так и реконструкция буда в мисве таких объектов, як бассейны, стадионы, воркаут-плясовки. Пропоновая одного зудельника в Сустрече – организация спортивных фестивалей, что дозволит выкористовывать инфраструктуру больше эффективно. Мы сейчас организовали мероприятия спортивные различные среди организаций. Через день, вы знаете, активно все вклинивается данное. И как появляется, вот сегодня у нас есть, даже возьмем жилы роли на трассе, сегодня там можно развиваться круглый год. В этом году белопробег по местам нашей такой славы, боевой, потому что Гомельщин этим славится. Мы создаем такие большие комплексы. Даже мы, руководители, готовы сесть на велосипеды и проехать этих 40-50 км. Почас встречи с Тршени облавыганкам из молодежи региона подводятся выники проекта «Обжитти увезцы». Его организаторам выступил Молодежный совет при областном совете депутатов. Сирот переможцев – люди разных профессий, которые работают в сельской мясовости. Теме замысывания кадров увезцы у дельники диалоговой плесокки в уголе отводят шмак часу. Кадры мы должны оставлять. У нас село – одна из проблемных отраслей, я не отрицаю это. И, по крайней мере, я всю жизнь проработал в сельском хозяйстве и работаю почти даже в сельской должности. И мы понимаем, что на что нам нужно уделить внимание кадрам. А для того, чтобы кадры закреплялись на селе, мы должны для них создать условия. Потому что не только место рабочего, это и заработная плата продосмотреть. У нас же некоторые хозяйства имеют высокий потенциал. Не все выказанное можно худко житявить. Городская инфраструктура, например, непрыстасованная для створения пешеходной молодежной территории с вулечными кафе, варкаут-пляцовками и мастер-классами адрамесников. Але у любом выпадку инициатива молодых витается. Особливо, коли она накерована на развитие як краины у вуголе, так и конкретных территорий. Прошим, такая житевая позиция будет подтримливаться не только мясцовыми органами улады, аллея Белорусским Республиканским Союзом Молоди. Организация зараз выпросовывая новые на керунке своей деятельности. Самое главное – это платформа, на которой будет дальше строиться наша организация. Это основополагающая нить – это гражданско-патриотическое воспитание. Мы продолжим строить нашу организацию именно на целях воспитания гражданина-патриота. Чтобы молодой человек, независимо от места его проживания, от условий самых разных, мог понимать и знать, самое главное, что если он будет стараться, стараться проявлять себя, делать действительно что-то на благо своего региона, то он сможет достичь любых высот в том или ином направлении, будь то в творчестве, в спорте или в политике. Телевизионную версию сустречи старшини Абалваканкама Геннадзя Соловья с молодью региона можно будет увидеть на телеканале «Беларусь-4». 7-го Красавика – в 19.20 минут, 8-го – в 12.20 минут и 10-го Красавика – в 20.20 минут, 25 минут. Олег Шенцеров, Ольга Коновалова, Валерия Панько, телерадиокомпания «Гомель». Хваливший день для выпускников Гомельского медицинского университета. Сегодня в ВНУ прошло кончатковое размиркование молодых специалистов. В работе комиссии принял удел министр страхов и здоровья Беларуси Дмитрий Пеневич, под обязанности ведая Ханна Корольчук. Было предложено Кристине Сергеевне, Могилевская поликлиника номер 10, врач-детский хирург Сергею Дмитриевичу, Могилевское областное патологическое бюро, врач-патолога Анат. На предварительном воспределении было получено согласие. Хорошо, а что у нас с Могилевым детской поликлиниками? Есть детский хирург? Могилевич, у нас есть место в детской поликлинике. Кристина и Сергей Бордовский оженились в минулом жнивне. Девчина училась по метовым накированию из Могилевской области. Ее муж – гамильчанин. Молодые вельми жадали працевать в одном городе. Им по счастью, лабо два едут в Могилев. Кристина будет детским хирургом, Сергей – патологоанатомом. Мы были очень рады. Потому что это областной город. Очень редко распределяют именно в больших городах целиков. На кирование на первое прационное место отримали 580 будущих медиков. 127 с их лику навучались о пометовых договорах об лваконкамах. Зусім худко выпускники Хомельского медуниверситета отправятся в установу оховы здоровья по всей Україне. Самыми запотребованными специалистами лечебного факультета стали урач огольной практики, анестезиолог-реаниматолог и акушер-гинеколог. На медико-диагностичном – урач-рентгенолог. Министр страхового здоровья Дмитрий Пеневич подкреслив, что год за годом эдукация медицины становится все больше практикоориентованной. Нынешние выпускники уже три года обучались по новым программам, в котором практика-ориентированность была гораздо в большей степени, чем предыдущие наши выпускники. А вот последующие еще. Мы в следующем году уже будем в полной мере внедрять все симуляционные центры, в которых мы работаем по программе Всеминного банка. Это будет и Белмапо центры, и во всех университетах, и во всех колледжах. Вот практика-ориентированность там будет поставлена одно сильнее воглового угла, а то как минимум на равных весах с теоретической подготовкой. И здесь же в университете Гомеля медицинском будут расширяться формы после плана подготовки. Ближайшие планы министр ранится и обмерковал с губернатором нашей области. До речи в селетнем выпускном сезоне при размерковании уличился не только бал диплома, а и навыки, которые не были студенты, допомогающие приборать без COVID-19. В ходе визита Дмитрий Пеневич погутрыл с волонтерами, которые находились в червоной зоне. Займались реабилитацией хворых после коронавируса, и в напряженный час работали по договорах с помощниками врача, ездили на выклики, вели амбулаторный прием и проводили эпидемиологические доследования. С наступного научного года в медицинском университете открывается новая специальность – медико-профилактическая справа. Ее выпускники смогут работать с врачами-эпидемиологами, вирусологами, гигиенистами и специалистами по здоровому ладу життя. За потребованностью в таких кадрах выкликана пандемия. И видовочность, что после ковида она заховается. Ганна Корольчук, Игорь Марышенко, телерадио «Компания Гомель». Деля экологичной безопасности. Супрацовники Управления Следующего комитета Беларуси по Гомельской области сегодня приняли в делу акции по одновлению леса. Подобная справа для следших региона не в новинку. Они за все дыряты инициативы супрацовника у лесной господарки. И все лето, как только дозволило надборье, вышли на посадку лесу. Удельниками экологичной акции стали 50 человек. Як керовники, так и молодые супрацовники. Лес высаживали у стародятловским лесництве на площади Амалю 3 гектары. Для работы подрихтовали коля 20 тысяч саджанцев сосны и берозы. Узновление лесу проходило на территории, на якой летость были высечены старые древы. 2021 год в Республике Беларусь объявлен годом народного единства. А ничто так не сближает, как совместный созидательный труд. Поэтому сегодня трудовой десант Управления Следственного комитета по Гомельской области прибыл для посадки саженцев берез и сосен. Как только позволяет погодные условия, мы с удовольствием всегда выезжаем. И скажу больше, что даже количество желающих было намного больше, чем мы могли реально обеспечить сюда доставку. Одинная воля братских народов. У 27-й Гомельской школе, вядомая як «Школа Миру», напередодни дня яднання народов Беларуси и России пройшел круглый стол. 25 годов тому другого красавика президенты двух краин подписали домову об утворении суполки России и Беларуси. А сёння беларусы и россияне сустрелись за одним столом, кабы обмерковать шляхи дальнейшего яднання народа, у якого треба починать с дятей. Марина Северьянова протягня. У знакомитой Гомельской школе сёння шмад гоноровых гостей. Нехто оказался тут у першыню. Наприклад, перший сакратар посольства Российской Федерации у Республицы Беларусь Наталья Ауралёва. И она каже, что мероприемства, которые сближают два народы, вельми потребные. Мероприятия, которые направлены на сближение, на подтверждение, наверное, того, что у нас общие корни, что у нас общая история, что мы братья, соседи, мы должны жить в мире согласии. И ещё хочу сказать, что это особенный, наверное, праздник, праздник, который двух стран, только двух стран касается, и это здорово. В 2012-м, 27-м Гомельская школа первой в регионе и другой в Республице отримала посвящение «Школа миру». А 10 годов тому и она пошла супрацовнившись с российскими городами. Первые договоры были подписаны с бранчной, потом додались Курск, Смоленск, Санкт-Петербург, Москва и навод Улади-Кауказ. Наша школа известна своими успехами в плане программирования и информатики. Так вот, у нас работает школьный сайт dl.by. И россияне из 156 школ Российской Федерации занимаются на этом сайте. А в нашей ежеквартальной олимпиаде школьной по программированию, так называемый Кубок Долинского, принимают порядка 34 школ Российской Федерации. Это олимпиада, которую мы учредили на призы 27-й школы, и потом призы из Беларуси идут в Россию. Традиционно в ушне соседних краин сустракались двойче на год. Такие мероприемства были присвящены Дню миру и Дню яднания народов и по черзе проводились на территориях Беларуси и России. С минулого года за пандемией сустреж отбывается только виртуально. За случаем прошлого года, в связи с этим вирусом, мы ежегодно ездили в граничные районы Брянской области. Значит, наш актив ездил, брали с собой артистов наших. Мы проводили мероприятия именно этой дате. И мы не чувствовали, и они не чувствовали, что мы разные народы. Мы действительно народ единый. И если мы и дальше будем проводить работу, чтобы мы были дружны, едины, я думаю, что все же пусть не полностью, но мы решим многие вопросы. Не глядяши на все пандемичные обмежевания, совесть народов повинна мацнеть, кажуть, подчас круглого стола. Бо духовное яднание – это сила, опора и будущее. Приняя Северьянова, Игорь Марышенко, Тель-Радо и компания «Гомель». Дорогой памяти сегодня у «Гомеля» презентовали новый военно-патриотичный маршрут. Первыми по им пройшлися школьники. Отправная кропка подороже – мемориал «Вечный огонь». Дети разом с экскурсоводом перегарнули военные сторонки и узгадали знакомитых земляков, которые смагались за вызволение народа от захопников. До дня перемоги застается крыху больше, как месяц. Самый час думать и гутарыть об тем, як не повтарыть военных жахов у будущем. А я ще, на жаль, так мало засталось о людзей, які устрашные сороковые бачили усе на свае вочи и могли б рассказать об этом. Светки войны заходят, але память об военном рехалете застается, ахучить подчас экскурсии. И важно, каб яна жила у наших сердцах заужды. Благодаря данной экскурсии я узнал о защитниках Отечества, о наших героях, которые отчаянно создавали подпольные организации, партизанские отряды, в которых состояли также и взрослые люди, так и молодежь. Люди, которые погибли за нашу родину и за то, чтобы мы спокойно учились и жили в это время. После ускладания кветок до мемориала у детей чекало наведывание я ще некольких знаковых для военной истории Гомеля Мястинау. Затем мы проследуем к фабрике «Полезпечат», чем интересно здание касаемо периода Великой Отечественной войны, так как в нем в годы войны, в годы оккупации работал один из руководителей Гомельского подполья Тимофей Степанович Бородин. После Великой Отечественной войны на этом здании также фотоцинкографом работал Виктор Дмитриевич Витошкин, полный кавалер Ордена Славы. В дальнейшем мы посетим, собственно, памятник, посвященный Гомельскому полку народного ополчения, предусматривает. Ну и, конечно же, по пути учащиеся узнают историю улиц города, также архитектурное сооружение конца 19-го, начала 20-го века. И маршрут логично завершится в Гомельском областном музее Войны Славы, где ребята пройдут исторический квест. Гэты, а так сама иншая новины, информацию об проектах телерадиокампании Гомель, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Усяго доброго и до новых встреч у эфиры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. В Гомеле спасатели ликвидировали сложный пожар. Двое сотрудников МЧС получили травмы. Возгорание произошло в административном здании бывшего пивзавода по улице Троллейбусной. Тушение усложнялось планировкой помещения. Пожар успешно устранили, однако двое спасателей во время разведки на четвертом этаже постройки получили ожоги. Им была оказана на месте вся необходимая помощь медицинская. На данный момент работники МЧС находятся в больнице и их жизнью и здоровью ничего не угрожает. Сотрудников МЧС госпитализировали в ожоговое отделение Гомельской городской клинической больницы номер один. Медики охарактеризовали состояние новоприбывших пациентов как средней степени тяжести. Лечение консервативное, в полном объеме проводилось. Сегодня на утро состояние одного из них расценится как удовлетворительное, а второго сохраняется средней степени тяжести. Оба получили до 10% ожогов. Спасателей посетил начальник Гомельского областного управления МЧС Сергей Дичковский. Вышел на свежий воздух, что-то сжечь начало, что-то некомфортно, боевки сняли. Ну и были защитные одежды, все было защитные. Да, полностью оккупированы были. Пожарные получили ожоги паром. Он образовался, когда вскипевшая вода попала на металлические конструкции здания. Спасатели обратили внимание на травмы только на улице. Отношение к случившемуся – философское. Такая работа. Иногда случается такое, что вот такие вот инциденты. Если бы врачи не держали, можно было бы уже после завтра выходить на работу. По словам медиков, максимум через две недели мужчины будут готовы вернуться в строй. 38-летний мужчина угнал автомобиль своего знакомого. Его задержала милиция. В Мозыре пятеро приятелей решили отметить выходные в гараже. Когда выпивка закончилась, в магазин отправился непьющий участник посиделки. С ним за компанию еще один, но не трезвый. Поехали за покупками на автомобиле одного из выпивавших. Когда вернулись, водитель дал ключи от машины сопровождавшему его товарищу и попросил вернуть их хозяину. Тот якобы забыл передать ключи владельцу и положил себе в карман. Когда все разошлись, 38-летний мазырянин решил добраться до дома на чужом авто. Попутно заскочил их знакомым и предложил прокатиться по ночному городу. Сотрудники ГАИ обратили внимание на автомобиль и заподозрили неладное. При попытке остановить транспорт, милиционеры заметили, как водитель менялся местами с пассажиром. Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело. К слову, мужчина ранее судим за пьяное вождение, в ходе которого он совершил ДТП с гибелью человека. Гомельские таможенники нашли у двух дальнобойщиков травку. Водителям грозит до 7 лет тюрьмы. Мужчин задержали на пункте пропуска Новая Гута. На наличие конопли указали служебные собаки. У одного из водителей, гражданина Украины, вещество нашли в медицинской аптечке. У другого из Беларуси – в упаковке влажных салфеток. Возбуждены уголовные дела. В последний мартовский день зарегистрировано два ДТП. Одно в Гомеле, второе в Светлогорском районе. Первое ДТП произошло примерно в 12.00 в областном центре на улице Народного ополчения. 48-летний нетрезвый водитель не справился с управлением, из-за чего выехал на полосу встречного движения. Мужчина совершил наезд на бордюрный камень и осветительную мачту. Он и его 41-летний пассажир с травмами госпитализированы. Второе ДТП произошло примерно в 23.30 в Светлогорском районе. 50-летний водитель сбил 82-летнего пешехода. Мужчина двигался по проезжей части и не был обозначен световозвращающими элементами. От полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия. Это все новости на сегодня. Берегите себя и оставайтесь на Беларусь-4. До свидания. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Легион сравнял счет серии за бронзу чемпионата Беларуси по волейболу в высшей лиге. На домашнем паркете коллектива из Обухова был сильнее гомельской энергии. При этом хозяева не удали гостям ни одного сета. 3-0. В первом поединке, напомню, сильнее была команда Романа Оплевича. Третий матч серии пройдет 3 апреля в Гомеле на арене Локомотива. В противостоянии за золото шахтер дважды обыграл строитель. 2 апреля стартует серия за золото Кубка Президента. Юности Гомель начнут противостояние двумя поединками в Минске. Что касается статистики, то по ходу регулярной части чемпионата коллективы сыграли между собой 7 раз. 5 раз победу праздновала столичный коллектив. Дважды сильнее были рыси. Первая встреча финала начнется в 19.45. В субботу стартовый свисток прозвучит в 17.00. Два взятия ворот в исполнении игрока гомельского ВРЗ Дмитрия Лося попали в десятку лучших голов 19-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. Лося отметился дублем ворота Гродинского УВД «Динамо». На седьмом месте голевой удар, случившийся уже на 32-й секунде поединка. Идеально исполненный игроком ВРЗ штрафной замкнул тройку сильнейших. Также в топ-10 гол Вадима Шакура из Светлогорского ЦКК, забитый в победном матче против «Динамо» БНТУ. Девятое место в рейтинге. И дальний выстрел Дениса Мазнова из БЧ по воротам охраны «Динамо». Четвертая позиция. 2 апреля поединком между Гродненским Неманом и «Динамо» Брест стартует игровая программа третьего тура Высшей лиги чемпионата страны по футболу. 3 апреля гомель в гостях играет с БАТЭ. Начало матча в 14.00. В 16.00 в Гомере на поле стадиона «Сдюшор» номер 8 выйдут «Речицкий спутник» и «Минск». Славия играет 4 апреля. Соперник с Маргонь. Поединок пройдет в Мозыре на стадионе «Юной» с начала в 16.00. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».